Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее утро! Мы находимся в дороге, едем с женой в паломничество по святым местам, в Цват, в Тверь. Будем молиться на Модилах, так что вы можете Якову Шатанину послать список, за кого молиться. И с Божьей помощью я на Модиле. Мы собираемся посетить разные Модилы Великих Праведников. В Линедер без обеда помолимся за вас тоже, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Максим Беренчук, я знаю, что у него есть очень много хороших, правильных пожеланий к Всевышнему. И значит, будем молиться, чтобы Всевышний принял его молитвы и выполнил для него, для его добра. И для всех остальных слушателей Ваикра, друзей Ваикра, партнеров Ваикра и спонсоров Ваикра. И сегодня урок, кстати, Торы, я вспомнил вчера, Яков написал. Лилу Нижама, мама сейчас, Дильман, ее фамилия. Значит, Яков сейчас напишет в комментариях, Шатанин, значит, у нас сейчас неделя уроки для поднятия души. Это замечательная женщина из семьи Дильман, которая от таких хороших детей перевела в этот мир, которая очень много делает добрых дел и помогает. Сейчас Яков Шатанин напишет, как ее звали. Сейчас она появится и напишет. В общем, все уроки всю неделю для поднятия ее души. Итак, а мы продолжаем изучать, мы продолжаем изучать главу, главу Мишпатим. И у нас сегодня пятый день, пятый день недели. И начинается, сегодняшний наш отрывок начинается с того, что Значит, нельзя искривлять суд бедного, когда он с тем-то ссорится. Можно было бы подумать, что нельзя становиться на сторону богатого, Потому что, ну как бы, в мире так происходит обычно, что богатые власть имущие притесняют бедных. Но об этом не надо было бы здесь писать, потому что здесь сейчас идут законы, которые относятся к суде. И получается, что писать о том, что нельзя притеснять бедного, уже об этом много раз написано в Торе. Это понятно. А зачем написано, не искривляя суд бедного в его ссоре, нельзя становиться на сторону бедного. Вот тут можно было бы подумать, после изучения всех предыдущих законов, Что Всевышний так любит обездоленных, что он, то есть мы должны к ним относиться очень с уважением. Тора нам говорит, да, но не в суде. Вот сейчас Яков Шатани напишет, Лилу Нишама, как зовут маму Свидильман. Сейчас Яков напишет, ее звали Любовь. Нет. Значит, хорошо. Значит, Любовь Бат Иван. Да, Любовь Бат Ивана ее звали. Правильно пишет Яков. Значит, звали ее Любовь Бат Иван. И, значит, чтобы было у нее Лилу Нишама для понятия ее души. Дальше. Медвар Шегер Тиргак. От обмана отдались. Вынадивый цадик Аль-Тарок. И чистого яца, и праведника не убивай. Дело от них гроша. Значит, что не оправдаю я злодея. Всевышний нам говорит так, что ты делай праведный суд. Если ты делаешь праведный суд, то тогда отлично. То есть, те страны, в которых есть праведный суд, и где злодеев судят и наказывают, всемышнему не приходится наказывать эти страны. Потому что, как только в стране исчезает справедливый суд, то тогда, мы уже это учили, тогда приходит война и наказание на всю страну. Потому что, если там не судят злодеев, то тогда все, кто не судят злодеев, становятся тоже злодеями. Здесь нам открывается невероятно мощный принцип, который удивительно влияет на жизнь каждого из нас. Значит, есть такой принцип, что взятка искривляет разум. То есть, что человек, он... Мы все время судим кого-то, мы все время судим других людей, забывая, что мы в этот момент судим себя, когда мы судим других людей. И когда мы судим других людей, у нас глаза обычно... Почему мы судим других людей неправильно, да? Ну, неправильно. Что искривляет? Взятка. Например, я вам пример. Вот я смотрю, как кто-то что-то делает плохое. Ну, реально плохое. Если я скажу, что он делает плохо, то у меня здесь получается, какая у меня может быть взятка сказать, что он делает плохо. Если я его осуждаю, мне от этого может быть какая-то выгода. Или наоборот, если я его оправдываю, может быть какая-то выгода. То есть, человек все время, он смотрит на окружающий мир сквозь призму своей личной, индивидуальной выгоды. И теперь получается, что суд постоянно искривлен. То есть, мы все время искривляем суд, когда судим других. Ну, и себя. Конечно, себя, мы для себя часто адвокаты такие, а для других можем быть прокурорами. Но для кого-то из других мы тоже можем стать адвокатами, а для кого-то прокурорами. То есть, в суде всегда есть две стороны. Прокурор, он смотрит со стороны сильнее обвинить. Адвокат смотрит со стороны оправдать. А судья должен смотреть беспристрастно. Но если судья получил взятку, знаете, есть известная история, когда судья получил две взятки от двух судящихся. Один дал больше, другой меньше. И судья этот, он думал, думал, что делать, да? И он вернул тому, кто дал больше, вернул разницу, чтобы взятки были одинаковые. Он решил оставить обе взятки и судить честно. Такой был умный судья. А другая есть история, когда судья... Был судья, который не брал взяток. И судился один с другим в этом же суде. И этот судья не брал взяток. Такой удивительный судья. И один подсудимый говорит адвокату, ну, не может быть, чтобы судья не брал взяток. Тот говорит, а этот судья не берет взяток. Наоборот, если ему кто-то дает взятку, он очень злится, он это воспринимает как личное оскорбление, все. Подсудимый слушал, слушал. Ладно. Значит, на следующий день суд. И судья, он на одного кричит, там его обвиняет, а другого слушает нормально так, спокойно. Вот именно вот этого, который предлагал дать взятку. Адвокат удивляется и говорит после суда, выиграл это тот, который предлагал дать взятку. Говорит, я не понимаю, что творится, но судья явно был на нашей стороне. Явно, значит, он был против второй стороны. Изначально он как бы, его позиция была. Этот подсудимый говорит, который выиграл. Это потому, что я ему дал взятку. Адвокат говорит, не может быть. Этот судья не берет взяток. Он, ну, то есть, это доказано, сколько раз пробовали, мы знаем все адвокаты, этот судья не берет взятки. А подсудимый говорит, вы, говорит, очень думаете однобоко. Я ему дал взятку от имени второго подсудимого. И написал его фамилию. И он теперь, поэтому он на него злился. То есть, я ему взятку-то дал, но она все равно искривила его глаза. То есть, взятка, подкуп, он все равно меняет. То есть, нет абсолютно объективности. А Тора нам говорит, судья должен быть абсолютно объективен. В этом смысл суда. Должен быть абсолютно честный, справедливый суд. Ни взятка не должна искажать, ни жалость к тому, что один бедный, а второй не бедный. Суд, это должен быть справедливым. Дальше, следующий закон, очень интересный. И не притесняй гера. Потому что вы знаете душу дера, душу пришельца. Потому что пришельцами были вы в земле египетской. Значит, интересно, что в Торе 36 раз есть предостережение не притеснять деров, не притеснять деров, которые присоединились к еврейскому народу. Здесь есть два объяснения, почему нельзя притеснять деров. Первое объяснение это такое, что значит человек принял иудаизм. Вот живет человек, например, я вчера видел одну статью, что есть бедуинский клан, бедуины, то есть есть разные бедуины, это такие племена, которые живут в пустыне. В Израиле тоже они живут. И есть один бедуинский клан, в котором они служат в армии. И у них уже 17 человек погибло в армии. Герои, которые защищали государство Израиль, народ Израиля. 17 человек из этого клана погибли. А один человек из этого клана, есть его фотография, он стал раввином, хабадником, принял иудаизм. Стал раввином, хабадником, и он, значит, сейчас Шали Ахребе, он Шали Ах, по-моему, в Австралии он работает. Где-то он в какой-то такой, ну, очень стране. Теперь он, на него смотришь фотография, ну, раввин, белая борода, шляпа, полностью раввин-раввин, не отличишь. Но он же до, там, 30 лет, он был бедуином, бедуин, которые, они живут в шатрах, они пасут овец, они следопыты, у них кровная месть до сих пор, они дикие такие воины. И потом он, потом он отслужил в армии, и в армии он познакомился с иудаизмом, и решил стать иудеем, евреем, стал раввином, все. Но у него остались-то до 30 лет, он был бедуином, таким воином, который в пустыне пас овец, он знает, как верблюды ходят, там, все он знает, и потом он был воином в армии. Теперь, если ты возьмешь, например, возьмем рядом другой стоит раввин. Этот раввин, он вырос в еврейской, хасистской семье, с детства он был в Хедере, и воспитывался, я вот тоже прочел вчера, вот это в теракте погибло, сейчас три, три человека, два ребенка в одной семье, погибло два ребенка в теракте, чтобы Всевышний отомстил за их кровь, и чтобы Всевышний, чтобы у них был, ну, у них точно Аганеден, они попали в рай. Два мальчика, 6 и 8 лет. И мама их, она говорит, вот этот мальчик, 6 лет, который погиб, он всегда за все всем говорил спасибо, он был такой добрый. У нас в семье была поговорка, не говори уф, а говори куф. Куф это сотый, сотый Таилим, сотый псалом, который, псалом туда, спасибо Всевышнему, да, псалом благодарности. Он всегда был благодарный, всегда спасибо, самый был святой мальчик. Теперь возьмем вот этот святой мальчик, который закончил хедер, пошел в Ешиву, он в жизни никогда не дрался и не говорил плохого слова. И вот стоят два раввина, да, выглядят одинаково, только один бедуин, который стал, стал раввином, а второй мальчик, святой маленький мальчик, который вырос, и который в жизни не дрался. Теперь, если ты, приходит какой-нибудь араб, например, да, и он, значит, видит, идут два религиозных, и он, или не араб, возьмем даже не араб, здесь обращается именно к евреям. Какой-то такой некультурный, без типы, значит, еврей, и он, значит, говорит раввину, слышь, ты там, чучело бородата, и он на него, как бы на него надавил. У этого бедуина, у него может всколыхнуться, его бедуинская кровь, которая, хотя он уже раввин, 30 лет, но он до 30 лет воспитывался, как бедуин, и он может, как включиться, значит, отрезать, ну, голову, может, он не отрежет этому хулигану, но он ему ответит, именно ответит, так, как до 30 лет учился отвечать, и потом в армии, в спецподразделениях. А второй раввин, у него даже нет такой программы, он ему никак не ответит. Это первое объяснение, почему нельзя, нельзя Деру, например, напоминать о том, из какого он народа, о его прошлых мировоззрениях, нельзя напоминать пришельцу, плохо при нем говорить о его народе нельзя, ни в коем случае, потому что у него есть его природная человеческая натура, которая, хотя он принял на себя полностью служение Богу, заповеди и так далее, но это, вот эта святость, она, когда одевается на обезьяну, обезьяна все время прорывается, у каждого из нас, животная сущность, она прорывается, но когда человек в этом вырос, с детства его как бы дрессировали, он вырос в религиозной среде, он с детства такой, ну, привык полностью себя контролировать по религиозным канонам, а человек, который принял, у него могут прорваться, значит, первое объяснение, нельзя приснилить Деров из-за этого, второе объяснение, здесь прямо оно указано, что вы сами были пришельцами, то есть ты вспомни, как тебе было плохо, вспомни, как к тебе относились, когда ты был пришелец, когда ты был один там в чужой среде, поэтому ты должен понимать его чувства и должен к ним относиться более осторожно, значит, дальше, дальше идет закон очень интересный, 6 лет сей землю и собирай свой урожай, 7 год, дай земле отдохнуть, и пусть бедные твоего народа, они кушают с этой земли, и пусть животные кушают с этой земли, значит, и с твоего виноградника, и с твоего оливкового дерева, оливкового сада, значит, что это значит, 7 год, все должны вспомнить, что мы все пришельцы на этой земле, вся земля принадлежит Богу, и даже если человек живет, у него поля, виноградники, там все, это мое, он говорит, 7 год не твое, опять-таки возвращая все Всевышнему, кто хочет, заходит в урожай, в виноградник, кто хочет, заходит на твое поле, и есть себе спокойно, то есть, все принадлежит Всевышнему, это напоминание, чтобы люди, которым на сегодня принадлежит земля, чтобы они вспоминали, кто настоящий хозяин земли, богатства, мира, жизни, всего, а бедный наоборот, чтобы они себя почувствовали 1 год, что они питаются не по доброте людей, когда им в обычные 6 лет им разрешают, ну зайди себе там сорви что-нибудь, ну вот тебе там Маасер, это как бы, он все время чувствует себя обязанным, потому что этот брат, ну, как бы ему дают, но он все время чувствует себя таким приниженным, а тут год, они чувствовали себя свободными людьми, которые могут, вот, поле, урожай, виноградник, заходи, бери, и они, то есть, в этот момент они год себя чувствовали свободными, и это, возможно, давало им какие-то, ну, совершенно другой взгляд на жизнь, взгляд на себя, дальше, дальше идет то же самое, только на, на недельной основе, 6 дней делает твои дела, а 7 день шаббат, для того, чтобы отдохнул, твой бык, твой осел, значит, все, кто у тебя работает, рабыня и пришельцы, значит, это то же самое, тот же смысл, что 7 год, тот же смысл 7 день, то есть, 7 день каждый, мы вспоминаем, что мир будет двигаться, и без нашего активного участия, это, знаете, как есть такая метафора тоже, когда комар в поезде, он спешил сильно, и он, значит, толкал поезд, ну, так он стенку поезда толкал, что поезд быстрее ехал, так вот, часто человек в жизни, он слишком суетится, как вот этот комар, жизнь будет ехать и так, и, ну, то есть, все как бы двигается, двигается и двигается, в каждое, все, что сказал я вам, говорит Бог, сохраняйте, и не упоминайте никаких других богов, значит, чтобы не было слышно, и чтобы ваше ухо даже не слышало, и рот не произносил, никакие имена других богов, и так далее, это очень, такая тоже предостережение, например, нельзя сказать человеку, поклянись, поклянись там своим каким-то идолом, там, или еще чем-то, то есть, даже нельзя провоцировать это, дальше, три, три праздника, праздную мне в году, говорит Бог, значит, есть три праздника, Песок, Песок, Сукот и Шавот, три праздника больших, называется Шалош Регалим, три раза в году нужно было приходить в храм, и это Бог говорит, что эти дни ты посвящаешь мне, нужно было приходить, оставлять свой дом, свою семью, или братьев всех с собой в Иерусалим, и, значит, праздновать семь дней Песока, семь дней Сукота, значит, Шавот, то есть, это было, опять же, тот же самый смысл, что седьмой год, тот же самый смысл, что седьмой день, значит, выделить вот этот святой день, день для Бога, и понять, что все от Всевышнего, значит, хак мацот, семь дней, значит, кушайте мацот, приказал я, это будет весенний месяц, тот месяц, когда вы вышли из Едипта, и не, чтобы вы не приходили пустыми в храм, то есть, собирай, собирай в том, все то время, когда у тебя есть деньги, урожай и так далее, собирай, чтобы прийти и отпраздновать, вот в этот праздник, значит, прославить Всевышнего, прославить жизнь, порадоваться и так далее, это все, вот эти вот, смысл этих праздников, значит, дальше есть праздник Суккот, это когда жатва, это осенью, значит, это праздник, это праздник в конце года, когда ты собираешь урожай с полей, значит, три раза в году приходи, все мужчины должны приходить в дом Бога, то есть, в Иерусалим, в дом Бога, в храм должны приходить все мужчины, значит, так, и последний отрывок в этой недельной главе, значит, Рейшит Бекурей от Матеха, от Авиев, Бет, Бет Ашем, значит, первенцы плодов, которые дает твоя земля, приноси в дом Бога, значит, первинки, вот первый урожай, и не вари козленка в молоте матери его, все, сегодняшний отрывок закончился, значит, смысл всего этого отрывка, если взять, так вот, свести все, то, что я вам сейчас скажу, какие у меня были, мои вот, инсайты, мои смыслы, а вам я советую, то, что вам открылось, каждому человеку, одна и та же информация открывается по-разному, и вот у вас есть ваша, ваша там, опыт, знания, какие-то верования, убеждения, информация, и есть, раз вы на уроке Торы, стремление познать Всевышнего, теперь есть слова Торы, которые проходят через меня, моя цель, просто передать вам слова Торы, и получить вот этот свет, божественные знания, получить, чтобы во мне что-то осталось из этого света, и произвело в моей, в моем мышлении, какое-то изменение, и вот очень важно, когда вы этот свет получаете, и у вас что-то произошло, это изменение, это называется инсайд, внутренний свет, инсайд, то есть как бы внутри зажегся свет, нужно этот свет зафиксировать, и для себя записать, и если вы этот свет начинаете выражать в действиях, то тогда и достигнута цель вот этого изучения Торы, когда вы берете божественный свет, пропускаете сквозь себя, зажигаете внутри как свечу, как заповедь, и начинаете дальше освещать вокруг себя жизнь через действия. Так, теперь, значит, у меня был инсайд такой сегодня, очень сильный, что действительно нужно понимать и осознавать, что все от Всевышнего, что мы все в этом мире пришельцы, на короткий срок, и задача пройти через этот мир, собрав побольше заповедей, побольше, и вернув это все ко Всевышнему, когда ты собрал из этого мира вот эти вот искры святости, заповеди, этот свет, и ты потом уходишь, выходишь из этого тела, из вертикально ходящей лужи, то у тебя с собой есть такой воздушный шарик, и ты как, помните, как Винни-Пук взлетал на воздушном шарике к пчелам, и ты такой взлетаешь, душа взлетает, 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 и залетает в рай, это был мой вот такой вот инсайд, да, сегодняшний. Все, чтобы сегодня у нас было, значит, наш сегодняшний урок для Лейлу Нишама, Любовь Бат Иван, которая, она зажгла своих детей, а дети дальше, дальше помогают ей подняться, подняться все выше, и выше, и выше, и, значит, Любовь Бат Иван, да, и чтобы была РФА Шлыма, Раиса Бат Александра, Раиса дочка Александры, это, и чтобы все, те, кто нуждаются в выздоровлении, все те, кто нуждаются в духовной силе для каких-то хороших дел, чтобы помолились Всевышнему, и Всевышний дал вам эту духовную силу для всех ваших хороших дел, для служения Всевышнему, для добра, для помощи людям. Все, всем удачи и успехов, завтра с Божьей помощью встречаемся в 10 утра, и все, запишите, запишите свои выводы, запишите свои выводы, значит, в комментариях, и поделитесь своими выводами с окружающими людьми. Все, удачи, успехов, до завтра.